Хочу кое-что вам рассказать еще. Это в плане, даже может быть, не столько проповеди, сколько информирования вас. Потому что, если мы с вами верим, что мы сегодня ближе, чем некогда человечество было к пришествии нашего Господа Иисуса Христа, если сегодня мы читаем в Писании о том, какими знамениями предваряется его пришествие, то мы с вами должны делать соответствующие выводы для своих сердец. Господь грядет скоро, нам нужно жить ожиданием Его. И, пожалуйста, даже не пытайтесь ловить меня на слове, когда придет, в какой день недели, в каком году. Послушайте, вообще, вот я для себя имею очень хорошее такое внутреннее откровение, что для меня не так важно, придет Он или не придет даже на протяжении моей земной жизни. Он все равно придет. Сегодня, завтра, через год, через 10 лет, через 100 лет, не это важно. Для меня важно, чтобы я ждал Его, что Он придет на протяжении моей земной жизни. Потому что только состояние нашего ожидания Господа, который грядет скоро, ставит нас в правильное положение и перед Господом, и в отношении этого мира окружающего. Понимаете, о чем я говорю? Итак, моя задача верить, и знать, и проповедовать. Господь грядет скоро. Очень скоро. Так говорит Слово Божие. Не замедлит. И мне не важно, что это было сказано 2000 лет назад, и уже 2000 лет прошло. Я не хочу уподобляться этим наглым ругателям, как о них пишет апостол Петр, которые будут говорить, не скоро пришествие Его. Ибо уже 2000 лет. И говорят, скоро, скоро, все не скоро. Ну, потому что если мы так начнем рассуждать, мы сразу же окажемся в неправильном положении сердец перед Богом. Не ожидая Его, что тогда с нами начнет происходить? Пей, гуляй, веселись душа. Можно расслабиться, можно успокоиться. Можно еще позаигрывать с этим миром. Вот тут-то как раз и не знаешь дня и часа, когда Господь придет. Знаете, если даже не на эту землю, лично в нашу жизнь Он может прийти прямо сейчас. Ты не знаешь, в какой день Господь придет за тобой. Не знаешь. А Он придет на эту землю. И за нами лично придет, и за церковью придет. Поэтому нам нужно быть в приготовленном состоянии. Ожидать. А ожидать, это значит и в отношении Его в правильном состоянии быть и совершать себя в своей вере. Да, Он придет, найдет ли Он веру? Мне надо, чтобы Он нашел во мне веру в этот момент. Чистоту, чтобы нашел, благочестие нашел. И точно так же в отношении мира. Если мы не будем жить ожиданием Господа, то мы не будем разуметь происходящее, а тогда дьявол через этот мир нас очень легко соблазнит и повергнет нас в пучину всяких вещей, которые нас начнут отдалять от Бога. Поэтому мы сейчас поговорим о том, что же сегодня происходит в мире. Это будет небольшая политическая информация с духовным обоснованием. Итак, мы с вами поговорим об Израиле. Дай первую картинку, пожалуйста. Кое-что хочу показать вам. Можешь побольше? Ну да, вот так. Вот смотрите. Это карта мира. Карта мира. Кто здесь видит Израиль вообще? Не, ну я думаю, что вы все люди образованы, вы знаете, где он вообще. У меня нет указки, надо мне указку завести, что ли. Дайте мне ручку хоть, а то как-то пальцем тыкать не очень, говорят, не очень прилично. Он спрятался вот тут. Спрятался в полном смысле этого слова, потому что мы видим, естественно, Россию, мы видим Америку, мы видим Канаду, мы видим Австралию, мы видим Бразилию, можем разглядеть массу других стран. Я, например, отсюда могу узнавать контр-европейских стран. Украину вижу отчетливо. И Крым наш. Ну в смысле их. Это тоже пока отсюда. Вот Израиль в упор не вижу. Ближе подхожу, еще хуже вижу. Но знаю, что он где-то здесь. Хорошо, давай другой слайд. Он нам нужен. То есть я просто хочу показать, насколько это вообще мизерный кулачок на этой земле. Просто о чем вообще разговор? О чем речь? Это уже больше так приближенный евразийский континент, да? И нас будет интересовать Ближний Восток. Ну давай попробуем увеличить вот это. Можешь приблизить и сдвинуть чуть-чуть, да? И двигай сюда. Вот так. Еще чуть приближай. Не-не-не, это уже другая картинка, не надо давать. И еще сдвигай. О, вот он. Видите коричневый такой, погрызанный со всех сторон треугольничек? Это Израиль. В ее сегодняшних границах. Почему погрызанный? Объясняю. Территория Израиля, ну условно, она вот такая вот. Почему условно? Потому что вот здесь сектор газа. Маленький кусочек, откушенный у Израиля, который сегодня находится, ну фактически не под контролем Израиля. Но находится в войне с Израилем, блокаде, вот всякие вот эти, когда вы слышите, ракеты идут. Вот здесь вот город Ашкелон, я в нем был, служил, вот прям в 7 километрах от сектора газа. Туда постоянно стреляют. Туда ракеты летят. Тоннели были найдены из сектора газа, прокопаны прям к городу Ашкелон. И через эти тоннели террористы-смертники пролазили туда и в близлежащих селах устраивали теракты. Спецслужбы Израиля отлавливают их и так далее. Дальше. Вот тут вот, видите, вот такой вот, ну я не знаю, видно вам или нет, мне видно. Вот здесь вот немножко другого цвета выделено. Куда ты? Утащил все. Видите, даже разрешение нам не позволяет нормально разглядеть Израиль. Понимаете? Вот тут вот. Это тоже так называемые палестинские территории автономные, которые юридически вроде как под контролем. Фактически там, как бы, палестинцы находятся в противостоянии Израилю. И поэтому эти земли, куда тоже, туристам говорят, ездить нельзя, за вас там не ручаемся. Вот. Однажды я посещал эти земли, потому что именно на этих землях находится очень знаковое такое место библейское под названием Хеврон. Израильское поселение Хеврон. Оно построено на землях Палестины. Палестинцы с этим мириться просто не хотят. И поэтому, чтобы проехать на эту территорию, это всего лишь 20 километров от Иерусалима. Но ты едешь, проходя блокпосты, проезжая, можно сказать, через искусственные тоннели. Такие стены огромные построены, потому что со всех сторон просто обстреляют. И вот ты въезжаешь туда, и все вот так забором огорожено, и вот такой аппендицит, огороженный забором территории. Евреи обязательно должны были занять и обязательно построить там поселение, потому что это как раз та земля, где Авраам купил в свое время землю, чтобы похоронить Сару. И это одно из основных мест, где у Авраама была стоянка. Он по земле странствовал, но в Хевроне он часто останавливался. Вот это там находится все. Там же, кстати, Вифлеем находится, который сегодня под палестинским контролем. Очень интересные такие места. И все так очень близко. А вот здесь граница с Сирией. И вот здесь на этой карте не очень хорошо видно, но вот это вот место очень интересное, оно называется Голландские высоты. Вообще, Голландские высоты, они длинные, они вот так вот распространяют. Кто-нибудь слышал такое? Голландские высоты? Слышали? Не путайтесь с Голландией. Голландия не имеет никакого отношения. Нет, это не голландские. Не из Голландии обстреливают Израиль, а вот именно с этих высот. Израиль небольшой, высота этих город тысячи до полутора тысячи метров над уровнем океана, и оттуда просматривается, ну, по крайней мере, все, что относится к северу Израиля и все, что относится к Галилейскому морю, который мы по Библии знаем, как озеро Кен-Ирэд, да, Галилейское море, вот, это все обстреливается. И эти высоты в свое время не так давно еще были заняты войсками сирийскими, которые враждебно относятся к Израилю, имеют свои цели уничтожения этого Израиля. Вот, ибо в глазах арабского мира и многих-многих организаций и правительств окружающих стран, вот эти вот все окружающие страны, мы видим здесь Ливан берут, да, Сирия, Дамаск, эти города мы можем с вами, вот Дамаск, помните, он в Библии хорошо известен, Ирак, это, Ирак это прежде назывался Вавилон, вот если вы хотите знать, где Вавилон, вообще вот он, Вавилон вот тут находился. Вот тут вот сам город Вавилон где-то был, здесь Урхалдейский, откуда родом было Враам. Вот, Иран это Персия, все что увидели Персия, персидские цари, вот это вот оттуда, это иранская часть больше, Сирия, она и в Африке Сирия, в Библии она Ассирия, да, Ассирия, Сирия, то есть она так и есть, вот, и вот тут вот выше, где сейчас Турция, это были земли Медийские, то есть это все вообще, ну, Египет он тоже, так Египтом и был, то есть это вообще старая-старая история, библейская история, когда какая-то заваруха началась, и она через всю историю земли будет идти, будет, и никуда она не делается. Представляете, тысячи лет не рассосалось ничего, ничего не рассосалось. Мы с вами смотрели такую большую карту мира, казалось бы, Ну, интересно, так много есть разных интересных мест, которые могли бы вообще интересовать мировые правительства, но всех интересует вот эта маленькая пятнышка, крошка какая-то. И это нельзя объяснить с позиции просто, ну, какой-то логики здравой, но это находит очень хорошее, четкое объяснение с духовной, с библейской позиции. Почему так? Потому что именно с этим колочком земли и с этим израильским народом и его отношением с окружающими народами связана судьбы мира. Что мы вот пристали и говорим, давайте молиться за Израиль. Да поймите, что фактически, молясь за Израиль, мы располагаем свое сердце или ставим свое сердце в правильное положение относительно тех событий, которые уже потрясают и еще больше потрясут весь мир и все страны и континенты. И нам это очень важно разуметь и понимать. И вот территория границы между Израилем и Сирией, голландские высоты. В 2000 году провел в Израиль операцию, выбил оттуда войска, занял эти высоты, мировая общественность вся поднялась на дыбы, как же так, там же люди. Все друг друга обвинили в терроризме, каждый заявил свои права, в итоге эта зона такая, условно демилитаризованная, Израиль ее держит под контролем, но сегодня вопрос принадлежности голландских высот является таким острым вопросом международных споров. В частности, даже такие страны, которые считались всегда друзьями Израиля и поддерживали его, одна из этих стран, это США. Действительно, благодаря во многом американской помощи государство Израиля возникло в 1948 году, и там экономический подъем тоже, американцы очень сильно помогли. Но сегодня, впрочем, это не только сегодня началось, вот последние годы, сегодня особенно, Америка дипломатически очень сильно давит на Израиль, чтобы Израиль оставил и передал Сирии голландские высоты. Для Израиля это просто невозможно, потому что это значит, что снова вся страна начнет обстреливаться вдоль и поперек. Мы с Леной служили в Хайфе, они там очень много места, они показывают, вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот это все ракеты, которые прилетали с голландских высот, как раз от города Хайфа. Крупный промышленный город, много людей там живет. Вот, то есть, это вот реальность сегодняшнего дня. И, о чем сегодня разговор, что я хочу сегодня донести до вас? Что, если мы с вами будем смотреть за новостями и за событиями, происходящими в мире, о них я скажу чуть позже, то мы с вами увидим, что каким-то удивительным образом многие из библейских пророчеств как-то так вот они подходят, соответствуют тому, что вообще сегодня мы видим в новостях и то, что сегодня можем увидеть воочию. Съездите в Израиль, вы многое увидите воочию из того, что я вам говорю и что вы можете узнать из интернета. Я не хочу, я не хочу занять сегодня позицию, знаете, такого человека, который вот такой умный и прям сумел истолковать все библейские пророчества и сейчас прям, знаете, поименно всех расставлю и по датам, и по этим. Нет, я не буду этим заниматься. Я сделаю две вещи. Первое, я зачитаю вам некоторые библейские пророчества. И никто меня в этом не обвинит, потому что читать Библию вообще правильно. Если пастор вам зачитает Библию, я не думаю, что это преступление. И я вам зачитаю их. Походу, конечно же, я не удержусь от некоторых комментариев, но не воспринимайте мои комментарии, как, знаете, какую-то теологию, которую я насаждаю в вашей ума. Этим самым я просто буду задавать вопросы вам для размышления, вы, друзья, размышляете. И по ходу этих пророчеств и в конце я просто-напросто немножко расскажу о той последней информации, которая побудила меня сегодня говорить об этом. Я вообще не собирался об этом говорить, но вот вчера, новость вчерашнего дня, она так как-то, как-то меня так пунктиком так... Знаете, я ловлю эти сигналы и вот еще один такой яркий сигнал. Это не то, что началось, но это то, что продолжается и ускоряется. Те процессы, которые Господь в Слове Своем говорил. Пусть эта карта будет перед глазами, она нам нужна. Знаешь, что сделаем? Опусти ее чуть ниже и чуть уменьши. Уменьши. Еще. Вот так оставь. Вот. Еще чуть ниже. Вот замечательно. Вот Израиль. Я хочу, чтобы мы вот эту часть видели тоже. Вот Израиль. Книга пророка Иеремии. Первая глава. С 13 стиха. «И было слово Господне ко мне в другой раз. Что видишь ты? Я сказал, вижу поддуваемый ветром кипящий котел и лицо его со стороны севера». С самого начала книги пророка Иеремии Иеремия говорит, обозначает, он говорит, «Я, Иеремия, был в земле Вениаминовой». Земля Вениаминова это самый центр Израиля. Это, ну, один из знаковых городов это Иерихон, который принадлежит земле Вениаминовой. То есть, он находится в самом центре. Это, это там же Иерусалим, недалеко, то есть, это все очень плотно рядом. Иеремия получил призвание и начал пророчествовать. Мы с вами помним, о чем вообще смысл пророчества пророка Иеремии. Он пророчествовал Иерусалиму скорое разрушение и евреям скорый плен от Вавилона. Где Вавилон, не забыли? Вот он, Вавилон. Ниже. А, нет, вот он, вот он, Ирак. Вот он, Иерусалим, вот Вавилон. То есть, вся книга и уже во времена пророчества этого пророка эти события стали происходить, Вавилон захватил Иерусалим. Мы это знаем. Иеремия плакал об этом, Бог утешал его, дал пророческое слово восстановиться Иерусалим. И все это подтвердилось ближайшими событиями. Но интересно, что уже в первой голове Иеремия видит что-то, о чем он говорит. Вижу кипящий котел и лицо его со стороны севера. В картах ориентируйтесь, где север? Ну вот север. Все, что сверху Израиля, это север. То есть, Иеремия здесь у нас стоит, все, что сверху Израиля, это север. Вавилон никак не с севера. Он на востоке. И сказал мне Господь, 14 стих, от севера откроется бедствие на всех обитателей этой земли. Мы не можем ставить под сомнение, что у Бога и у Иеремии что-то перепуталось с компасом и они как бы там не туда посмотрели. Нет. То есть, понятно, что здесь у Бога все четко. Соответственно, у нас возникает тогда возможность подумать, что то, что видел Иеремия и о чем мы сейчас считаем, не относится к тому, что произошло вскоре, как пленение Израиля Вавилоном. То бедствие открылось с востока, Вавилон взял, потом это все закончилось. Мы знаем, как был исход из Вавилона. Это библейская история для нас, поучительные это образы для нас. Но откроется когда-то бедствие на обитателей всей земли с севера. Ибо вот я призову все племена царств северных, говорит Господь, и придут они и поставят каждый престол свой при входе в ворота Иерусалима и вокруг всех стен его и во всех городах иудейских и произнесу над ними суды мои за все беззакония их и за то, что они оставили меня и воскуряли фимиам чужеземным богам и поклонялись делам своих рук. Царство Северное. На сегодняшний момент, если мы будем смотреть на карту, то на севере находится Ливан, и представлять для себя, что угроза Израиля идет от Ливана, здесь даже представлять не надо. Оттуда постоянно идет поставка террористов и в Ливане действует такое движение, которое называется Хазбала. Целью своей они поставили уничтожение Израиля и, видимо, для особых таких духовных амбиций выкачки денег с арабов уничтожение США. Как они США будут уничтожать, я не знаю, но Израиль они пытаются уничтожить конкретно, физически, регулярно. К северу уже находится Сирия, дальше мы видим Турцию, но дальше мы можем ввести сектор, что здесь отчасти есть Кавказ, Украина, Россия, дальше Северный полюс. Все, что дальше, это все Россия. Там дальше уже смотреть нечего, там Россия до севера самая. Иеремия, 6 глава, 22 стих. Так говорит Господь, вот идет народ от страны Северной, и народ великий поднимается от краев земли. Итак, смотрите, несколько образов он дает. Первое, он говорит во множественном числе, царства северные, и это значит их много, цари северные. Второе, он говорит в единственном числе, идет народ из страны Северной, из одной страны. И он говорит, что народ этот поднимается от краев земли. Шестая глава Иеремии, 22 стих. Шестая глава. Держат в руках лук и копье, они жестокие, они милосердны, голос их шумит, как море, несутся на конях, выстроены, как один человек. То есть, это очень единый народ. Чтобы сразиться с тобою, дочь Сиона. Что во времена Иеремии могло считаться территорией, которая краем земли является? Что вы сразу на Россию? Не было тогда никакой России? Можно следующий слайд покажи? Вот это у нас территория Ближнего Востока. Это территория, которая на тот момент была исследована. Это карта земли во времена Ветхого Завета. У многих эта карта есть в Библиях. Вот у меня в Библии точно такая же карта есть, я ее нашел и скачал. Вот у нас Израиль. Где у меня указка? Вот у нас Израиль, Иордан течет, Египет. И вот здесь множество указаний земель, которые нам известны по библейски. Маде не тяне. Читали такое, да? Где-то здесь же Едом должен быть. Не вижу, не подписанного. А нет, вот он Едом, Сеир. Это потомки Исава, помните? Тут же они жили. Ну, Кедер не очень знакома. Аравия, знакомые события в Аравийской пустыне ходили. Вот вам Асирия, там же, где сегодняшняя Асирия. Вот Вавилон. Видите? Вот это все Вавилония. Сам город Вавилон. Вот он Ур Халдейский. Халдеи тут жили, да? То есть вот это как бы знакомая нам территория. Египет уже сказал. Дальше Мидия. На тот момент потом это стало Мидия и Персия. Вот она наверху идет земля Гомер, Мишех, Фувал, гора Араратван. Это уже мы приблизились к границе Турции с Арменией. Что дальше? Дальше ничего. Ну для жителей того времени вся, у них же не было спутниковых карт. То есть там, ну там по большому счету честно говоря и не было ничего. То есть в ветхозаветные времена там не существовало внятной цивилизации. Сегодня раскапывают. В Украине идут раскопки, там где-то на юге России идут и в Европе и находят какие-то знаете-таки одиночные какие-то поселения, о которых даже не поймешь. Какой они эры и туристы какого времени оставили эти следы. Но если говорить о земле, вот это вот земля, которая называлась тогда вот как бы царство земли. Край земли это все что выше. То, что даже на эту карту не попало по причине что там нечего рисовать. И Иеремия получает слово от края земли и с севера идет какое-то нашествие народ как один человек, чтобы сразиться с дочерью Сион. Может ли это относиться к тем странам, давай вернемся в ту предыдущую, к тем странам, о которых мы уже вели речь. Приближай, убирай. Если сегодня мы говорим о том, что для государства Израиля, для израильского народа идет угроза от Ливана, от Сирии, от них угроза реально идет, с ними война идет перманентная, то можем ли мы говорить, что возможно об этих событиях и об этих народах идет речь? Ну видимо да, они на севере, но когда мы говорим о том, что от края земли, то это видимо что-то должно быть дальше. Вот ту карту, которую я показывал, она вот здесь заканчивается. Сегодняшняя территория Турции. Вот здесь Мишех и Фувал жили. Дальше уже ничего. Теперь давайте обратимся к пророчествам пророка Иезекииля. Иезекииль 38 глава. 38 глава Иезекииля. И было ко мне слово Господне с первого стиха. Сын человеческий, обрати лицо твое к Гогу в земле Магог князю Роша, Мишеха и Фувала и из реки на него пророчество. Со времен этого пророчества, по крайней мере всю нашу современную историю, теологи исследуют и мучаются попытками растолковать кто такой Гог, кто такой Магог, кто такой вообще Роша. Единственное, о чем здесь можно знать точно, кто такой Мишех и Фувал. Это народы, которые населяли Турцию, а конкретно вот этот регион Турции. На той карте мы с вами видели, на карте Ветхого Завета. Понятно, что Роша это не Сирия, понятно, что Роша это не Персия, не Вавилон, потому что их называли по-другому. Кто такой, непонятно. И скажи, так говорит Господь Бог, вот я на тебя, Гог, князь Роша, Мишеха и Фувала. 38 глава Иезекииля. С самого начала. Вот я на тебя, князь Роша, Мишеха и Фувала. Я поверну тебя, вложу у дела в челюсти твои, выведу тебя и все войско твое, коней всадников, всех в полном вооружении, большое полчище, в бронях и со щитами, всех вооруженных мечами. Обратите внимание, Бог говорит, я вложу у дела твои и поверну тебя. То есть, за событиями, о которых пророчествует пророк Иезекииль, стоит Божья воля. Бог что-то хочет совершить. Так же, как там у Иеремии, мы читали, народ севера придет, потому что Бог призвал его, чтобы совершить суд, который угоден Богу, здесь перекликается. Иезекииль, чтобы вы тоже не забыли это, пророчествовал уже после того, как Вавилон разрушил Иерусалим, как на выход Аносру взял в плен израилетян. И Иезекииль в этот момент, в момент этих пророчествах находился возле реки Ефрат, то есть, уже эта территория ближе к Вавилону. Где-то вот здесь он находился, в стороне уже. Река Ефрат течет из Турции, через Сирию, через Ирак и впадает в море. Где-то вот на этой территории он находился. И там он получает пророчество. Князь Роша, мы не знаем, кто такой Рош, Мишеха и Фувала, это значит, этот князь будет вот на эту территорию иметь влияние. «Так, большое полчища, поворачиваю тебя». Пятый стих. «Персов, ефиоплян и ливийцев с ними, со всех, со щитами и в шлемах». То есть, к этому походу на Иерусалим присоединятся персы, ливийцы, Эфиопия, она находится там ниже. Значительно ниже. Персы – это Ирак. Иран. «Гомера со всеми отрядами его, дом Фагарма от пределов севера, со всеми отрядами его, многие народы с тобою». Снова какие-то пределы севера. То есть, таким образом, у нас достаточно узкий список подозреваемых. Или, более правильно, давайте скажем, избранных Богом для этого похода. Потому что пределы севера мы знаем, где заканчивается, и тут, в общем-то, карта показывает нам все конкретно. Не знаю, кто такой Гомер, не знаю, кто такой Фагарм. «Готовься и снаряжайся ты и все полчища твои, собравшиеся к тебе, и будь им вождем». После многих дней ты понадобишься. Вообще, когда Билли говорит что-то после многих дней, то это отсылает нас, как правило, куда? Со времен пророков это отсылает к последнему времени. Восьмой стих так и говорит. «В последние годы ты придешь в землю, избавленную от меча, собранную из многих народов, на горы Израилевы, которые были в постоянном запустении, но теперь жители ее будут возвращены из народов и все они будут жить безопасно». Как удивителен Бог и какая же вера была у пророков говорить слова Божьи, которые к исторической и политической ситуации того времени ну так вообще никак не прикладывались. Ведь никому непонятно было что он тут наговорил. Но когда мы сегодняшнего дня читаем это, ну так напрашиваются некоторые аналогии, что я не могу их не сказать. В 70-м году по Рождестве Христова Иерусалим был разрушен, Израиль прекратил свое существование как государство. Весь народ был рассеян. Прошло почти две тысячи лет. За это время евреи были рассеяны по всей земле. Сегодня наверное нельзя найти уголок земли или страну где бы евреев не было. Но в 1948 году когда возникло государство Израиля начался массовый исход в Израиль евреев со всех уголков земли. Евреи которые на протяжении тысячелетий да и до этого еще живя в Израиле находились под пленом то одних то других то третьих знаете последнее время когда можно было говорить о том что государство Израиль находится в независимости это наверное времена перед вавилонским пленом. Потому что даже после вавилонского плена там постоянно какое-то было давление короткие периоды были освобождения и потом снова чье-то давление. Они были то подотчетны персидским то сирийским царям потом позднее это Рим как мы знаем и только в сорок восьмом году вдруг возникает независимое самостоятельное государство Израиль восстанавливает язык свой который был уже давно забыт свою валюту свою армию свою систему свое управление свою позицию на международной арене и живут живут в принципе хорошо будут возвращены будут жить безопасно но меня немножко смущает жить безопасно потому что безопасной жизнь в Израиле не назовешь там постоянно происходит что-то возможно произойдут еще какие-то события что все-таки будут подписаны те мирные договоры которые заставляют мировое сообщество подписать Израиль и на какое-то время это даст вообще передышку от всех этих терактов и так далее у меня возникает ощущение что 8 стих говорящий о том что на горы Израилевы соберутся со всех народов и будут жить там в земле которая долгое время была в запустении это что-то похоже на сегодняшнее время последние годы что же говорится этому князю северному и поднимешься как буря пойдешь как туча чтобы покрыть землю ты и все полчища твои и многие народы с тобою так говорит Господь Бог в тот день придут на сердце мысли и ты задумаешь злое предприятие и скажешь поднимусь я на землю неогражденную пойду на беззаботных живущих беспечно все они живут без стен нет у них запоров нет дверей чтобы произвести грабеж набрать добычи наложить руку на вновь заселенные развалины и на народ собранный из народов занимающийся хозяйством и торговлей живущий на вершине земли 14 стих посему из реки пророчества сын человеческий скажи Гогу так говорит Господь Бог не так ли в тот день когда народ мой Израиль будет жить безопасно ты узнаешь это и пойдешь с места твоего от пределов севера ты и многие народы с тобою все сидящие на конях сборище великое и войско многочисленное и поднимешься на народ мой на Израиля как туча чтобы покрыть землю это будет в последние дни и я приведу тебя на землю мою чтобы народу узнали меня когда я над тобою Гог явлю святость мою перед глазами их 17 стих дает нам более ясное понимание так говорит Господь Бог не ты ли тот самый это обращение к вот этому царю не ты ли тот самый о котором я говорил в древние дни через рабов моих пророков израилевых которые пророчествовали в те времена что я приведу тебя на них не ты ли тот самый о котором пророчествовала Иеремия и мы терялись в загадках что это то ли это уже времена прошлые то ли это имело отношение к войне 48 67 года но здесь Иезекииль показывает достаточно четко для нас в последнее время это будут последние дни это будет видимый расцвет достижения государства подниму от пределов севера народы и царя присоединю к ним другие народы по ходу некоторые из них мы с вами знаем кто это и все они наполнят эту землю чтобы завладеть ею и будет в тот день когда Гог придет на землю Израилева говорит Господь Бог гнев мой воспылает в ярости моей и в ревности моей в огне негодования моего я сказал истинно в тот день произойдет великое потрясение на земле Израилевой 21 стих по всем горам моим призову меч меч каждого человека будет против брата его буду судиться с ним 23 стих и покажу мое величие и святость мою и явлю себя перед глазами многих народов и узнают что я Господь знаете нам людям так тяжело так странно понять что Господь для того чтобы явить себя в силе славе и святости своей создает такие непростые геополитические ситуации допускает конфликты войны он возьмет и приведет какое-то многочисленное войско на свой божий народ Израиля и позволит наполнить терзать грабить грабить убивать для того чтобы все народы почувствовали беспомощность и божий народ почувствовал беспомощность и безвыходность ситуации если вас интересует эта тема глубже я просто не могу сейчас тратить на это время вы можете просто поизучать и у Иеремии у Эзекииля у Даниила вы очень много увидите пророчеств на последние дни которые связаны с нашествием военным нашествием военной экспансии на Израиль со стороны севера северных народов северного царя вы увидите что северный царь вступит в сговор с южными царями что он ограбит что он завоюет но в один момент Господь начнет производить удивительные вещи союзы рассорятся враждующие против Израиля начнут враждовать друг с другом и вот на пике вот этой всей такой трагедии человеческой в которой будут тянуты все-все-все-все страны мира будут они втянуты потому что они будут тоже участники каких-то соглашений и их сыновья также будут воевать на Ближнем Востоке будут они втянуты просто в силу того что сегодня глобализована вся экономика вся политика и все страны очень зависимы друг от друга мы не знаем но мы знаем одно в последние времена центром исполнения исполнения воли Божьей центром потрясающих событий на земле будет вот это вот маленькое кусочек суши там будет такая заваруха которая затронет всех и на которой будут смотреть от которой если хотите будут зависеть все остальные высоты земли геополитический центр планеты нам приходится это признать Бог произведет две удивительные вещи первое позволит этому произойти не просто позволит он он повелел чтобы это произошло и второе таким образом судив и наказав за безбожие за отречение за отступничество свой народ он также совершит помилование и спасение своего народа и явит суды свои над всеми народа мне приходилось очень часто слышать что Рош страна Рош это Россия я не знаю случайно ли это созвучие Роша Россия или как по-английски Раша Россия зовут Рош притянуто оно просто нашей фантазии потому что многим особенно сегодня хочется видеть в России врага но не забывайте вообще-то что этот враг будет действовать по воле Божьей исполнять волю Божью он слуга Божий в этой во всей ситуации но когда мы с вами немножко касаемся исследования вопроса России и присутствия России или стремления России к влиянию на Ближний Восток мы можем обнаружить целый ряд удивительных фактов факт первый я просто говорю факты государство Россия именно как российское государство возникло путем насильственного в основном а иногда договорного объединения славянских княжеств вокруг московского княжества примерно это произошло 600 лет назад возникло на идеи установления русского православного правления в Иерусалиме это исторический факт причиной почему так произошло было окончательное разрушение и падение Византийской империи о Византийской империи православный христианский мир носил видение что эта империя есть воплощение тысячелетнего царства Христа на земле эта империя действительно обладала могуществом территориями влиянием основная часть этой империи это сегодняшняя Турция столица город Константинополь это сегодняшний Стамбул в этой империи действительно был высокий уровень жизни была роскошь но я не могу согласиться с таким объяснением тысячелетнего царства по той причине что в тысячелетнем царстве будет связан дьявол в тысячелетнем царстве не будет беззакония и нечестия но до сего дня земли ни дьявол никуда с земли не делся ни беззакония ни проклятия никуда не делось поэтому на мой взгляд идея что тысячелетнее царство уже было или идет сейчас эта идея противоречит священному писанию тысячелетнее царство грядет и мы его ждем Но им так хотелось, чтобы тысячелетнее царство было уже здесь и сейчас. Они над этим трудились и ничего не получилось. Византия пала. После того, как Византия упала, у преемников Византийской империи это греческое христианство, восточное и славянское христианство. Славяне, которые жили в то время на территории Украины, России уже были крещены. У них возникло право преемственности этой идеологии. И как правоприемство Византийской империи с концепцией царства Божьего на земле возникло государство российское. Это первая мысль. Я думаю, что если какая-то страна или какое-то явление образуется на какой-то идеологии, и эта идеология является фундаментом государства, то это означает, что эта страна, существуя, будет выполнять эту идеологию. Что если страна перестанет выполнять эту идеологию, значит она перестанет быть той страной, какой она задумывалась. А задумывалась она как страна, можешь чуть-чуть убрать масштаб, уменьшить. Вон она, Москва. А вот Иерусалим. И вот это вот все должно быть стать новой Византией, третьим Римом. И столица должна была, если первые цари и князья сидели там, ну кстати и сегодня в Москве сидят цари и князья российские, в Питер уезжали ненадолго и вернулись опять в Москву, то переехать они должны были сюда. После того, как эта страна возникла и окрепла на протяжении буквально двух-трех веков, эта страна начала двигаться, ну она двигалась в разные стороны, на север, на восток, захватывала и на запад, что можно было взять. Но мы видим, что постоянное было движение в сторону юга. Постоянно интересовали пути, которыми можно осуществить идею, ради которой все это начиналось, пути в Иерусалим. И этих путей по большому счету здесь два. Первый путь это пути связанные с Черным морем, Средиземным морем и суда. И вторые материковые пути это путь Кавказ, Турция, Ближний Восток. Если вы будете вспоминать из школьной программы, кто учил историю российского государства за последние несколько столетий, то вы увидите она сплошь пропитана. Крымские войны, турецкие войны, кавказские войны. Интересно, что со времен тех войн, которые мы учили в школе, это в основном войны 18, 19, отчасти 20 века. Сегодня мы наблюдаем геополитически ту же самую картину. И снова, если говорить о сегодняшнем российском государстве, Россию интересует Крым. Потому что контролирующий Крым контролирует Черное море. Россия получила влияние на Крым. Я вообще уклоняюсь от вопросов, чей Крым и кто больше прав имеет и что там сейчас происходит. Я говорю просто о фактах, что сегодня есть. Я не занимаюсь, пожалуйста, не пытайтесь обвинить меня, что я занимаюсь пророссийской или антироссийской, проукраинской или антиукраинской пропагандой. Я говорю о фактах. Несмотря на все то, что происходит сегодня на Востоке, по мне так происходящее на Востоке вообще похоже на какой-то отвлекающий маневр. В Крыме сегодня хозяйничает Россия, и в Крыму сегодня создается и укрепляется колоссальная военная российская база. В аэродроме Бильбек, который в украинские времена почти что пришел в запустение, сегодня базируются самые современные бомбардировщики дальнего действия, способные нести даже ядерные боеголовки. И Россия сегодня, вы думаете, она там развивает туризм или присоединять ей надо? Ничего не надо. Ей надо под шумок создавать свое мощное военное присутствие. Зачем? Второе. Вот если посмотреть вот здесь на путь. Знаете, я сделал одну интересную вещь. Я нашел программку в интернете, которая показывает маршруты, как можно из одной точки переехать в другую. И я задал маршрут на автомобиле. Москва, Иерусалим. И этот маршрут прошел, ну естественно, через Россию, и потом он уперся в Грузию. И вот это место, куда упирается дорога из России в Иерусалим, это место называется Абхазия. Кто-нибудь слышал вообще и знает, что там происходило и происходит? Вообще задача была пройти дальше. Но на сегодняшний момент остановилась примерно вот здесь. Я уже начал показывать пальцем, вы меня простите. Абхазия отгрызла вот такой кусочек Турции. Абхазия формально является самостоятельным государством. Фактически это сфера влияния России. От Грузии. Абхазия, да, от Грузии. Территории между Абхазией, которую контролирует Россия, и Турцией, остался очень узенький здесь перешейк, где город Батуми находится. Очень немножко. Дальше Турция, Сирия, Иерусалим. Какая новость заставила меня говорить сегодня с вами об этом? 25 числа было официально признано о том, что Россия ввела войска в Сирию. Они там и до этого находились. В виде оказания разного рода материальной, военной, консультативной помощи сирийскому правительству. Но сегодня в Сирии сложилась удивительная ситуация. В Дамаске, вот этот город, это, ну как видите, на самом краю Сирии. В Дамаске все еще правит правительство нынешнего президента Башира Асада. Но большая часть Сирии сегодня не подконтрольна. Вот эта вся часть сегодня, практически половина Сирии контролируется антиправительственными войсками. И там такая сложная комбинация возникла, потому что там есть оппозиция, которая воюет. Ну по-нашему, по-украински сепаратисты. Нет, это не сепаратисты, это просто оппозиция. Там есть сепаратисты, о них я скажу чуть позже, которые хотят отделиться от Сирии. И там есть удивительное образование, которое внезапно возникло несколько лет назад, всего лишь несколько лет назад. И поставило сегодня на уши весь Ближний Восток и заставляет отвлекаться на это весь мир. Это образование называется Исламское государство. Из каких-то разрозненных террористических групп, которые постоянно друг с другом с кем-то воевали, просто группы наемников, там этого навалом, вдруг возникает единая централизованная организация, которая сегодня контролирует территории весь Восток Сирии, север Ирака, кусок Ирана и активно развивается в других странах. Башир Асад сегодня в Сирии ведет войну против всех них. И эту войну проигрывает. Война идет уже пять лет. И в этой войне он ведет такую тонкую игру. Он пытается привлечь мировое сообщество на свою сторону, но американцы и европейцы не поддерживают режим Асада, но боятся исламского государства. Для Европы вся эта заваруха на Ближнем Востоке создает дополнительную проблему еще тем, что отсюда, из этого региона, огромные толпы беженцев хлынули сегодня в Европу. И вы тоже по новостям, наверное, знаете, что Европа в панике и в ужасе, что с этим делать, она не может с этим разобраться нормально. Таким образом, весь мир как бы вроде бы как ополчился против исламского государства. Исламское государство признано террористическим во многих странах, в том числе Россией и Америкой, европейскими странами. Но вот кого поддерживать там, где воюют множество сторон? Все друг против друга, а все вместе еще против Асада. И вот здесь идут сложные комбинации. И Россия в этой ситуации заняла очень четкую позицию. Нужно поддерживать правящего президента Асада. Почему Америка против его поддержки? Потому что американцы считают его правлением диктатуры. И американцы считают, что те восстания, те революции, которые там происходят против действующего президента, они есть народные волнения. И действительно ему пора идти в отставку. Но это дело Америки. Америка любит у нас везде поддерживать демократию. Мы не о них сейчас. Но чем примечателен Асад? Он не просто правящий президент Сирии. Он тот президент, который отличается продолжением политики, вражды и войны против Израиля. На протяжении 70 лет, сколько существует израильское государство, все страны вокруг него, арабские страны, отметились уже войнами против Израиля. Египет воевал, была египетская война. Израиль победил в этой войне очень быстро. И Египет пошел на мировую. Иордания участвовала. Трансордания тогда называлась в самом начале, в 1948 году, задавить Израиль. Сегодня в мире. Ирак участвовал. Сегодня держит нейтралитет им как бы не до того. Иран не скрывает вместе с Саудовской Аравией своего желания, чтобы Израиля не было на Ближнем Востоке. Но активных действий с их стороны пока нет. Активные действия всегда продолжались и продолжаются. Ливан и Сирия. В Ливане, я уже говорил вам, действует группировка Хизбаллах. Можешь последний слайд показать? Чем я сегодня занимаюсь на служении? Вы можете мне объяснить вообще? Знаете, что это такое? Это флаг группировки или политической партии Хизбаллах. Здесь на арабском написано что-то типа «Аллах дает свободу и мир». Братья, которые служили в Советской Армии, без труда узнают, что в этой руке. Это не просто оружие. Это тот самый АК-47. Автомат Калашникова. Сестры тоже знают. Вот это официальный герб, это официальный флаг этой организации. И земля. Претензия на всю землю. Политическая программа этой организации очень простая. Аллах должен править над всей землей. Ислам должен быть единственной религией всего мира. Мешают этому, во-первых, Израиль, во-вторых, Америка. И их надо уничтожить. Это политическая цель. Хизбаллах признана американцами террористической организацией. Европейскими странами террористической организацией. Россией не признана террористической организацией. Действующий президент Сирии дружит с этим движением и материально их поддерживает. И Хизбаллах, по указанию сирийской власти и на их деньги, впрочем не только на их, занимается организацией терактов в Израиле. Давай вернемся на карту. Хватит на это смотреть. Это нам просто кое-что дает понять. Таким образом, на сегодняшний момент мы имеем расстановку сил следующую. Очевидно, что с севера идет поползновение, очень мощное, настойчивое, многовековое поползновение в сторону Иерусалима. Это идет со стороны России и оно даже не скрывается. Очевидно, что в этом поползновении есть сопротивление, потому что есть многие народы, но есть определенный прогресс. Занимаются ключевые точки. Кстати, на Кавказе, там где Грузия вот этим вот таким вот стало препятствием, пока непреодолимым для распространения влияния, на юге Грузии находится Армения, которая на сегодняшний момент является страной, подписавшей с Россией множество соглашений о сотрудничестве, о дружбе, о специальных ценах на газ и о размещении российских военных баз. Сегодня большой контингент вот здесь уже тоже находится. Я не занимаюсь шпионажем военным. Это все можно прочесть в новостях, это все не скрывается. И таким образом, как бы вот военное присутствие накапливается. Турция является мощной независимой державой, которая тоже стоит здесь поперек, и казалось бы, ну как они собираются преодолеть Турцию? Но здесь есть одно интересное но. Оказывается, что именно вот эта территория, Фувал и Мишех по пророчеству, является той территорией Турции, которую сегодня контролируют вот здесь уже сепаратисты турецкие. Так называемые курды. Курды – это один из древних народов, очень многочисленных, предположительно порядка 40 миллионов курдов сегодня живет на земле, и в основном они проживают вот на этой территории. У курдов действуют очень мощные политические партии, тоже военные группировки, которые ставят своей целью создание независимого Курдистана. И для этого они пытаются отгрызть куски земли у Турции, Сирии, Ирака и Ирана. Но это им не позволяется. И здесь, знаете, происходит такое долгое напряженное противостояние с редкими такими вспышками военной активности между турецким правительством и Турцией вообще, и курдами, которые живут здесь. То есть, оно, знаете, такое вяло текущее. Курды настойчиво требуют, чтобы признали их государственность и хотят отделяться от Турции. Турция настойчиво говорит нет. И иногда из-за этого они дерутся, и иногда даже это военные конфликты, и кто-то гибнет. Но в целом это такой, знаете, конфликт, который пока не сильно нам понятен и известен. Но он есть. Если мы говорим про Турцию, вот эта территория слабо контролируема. И Сирия, вот эта территория неконтролируема. И Дамаск, который сегодня обращается к России, потому что Россия единственная страна, которая прощает дружбу Сирии с Хезбалла, прощает и покрывает все сирийские войны и все сирийские претензии на Израиль. И имеет свои очень явные интересы на этой территории. То, что сегодня здесь появились российские войска, спустя несколько дней будет встреча между президентом России Путиным и президентом Америки Обамой. Эта встреча срочная. Вообще люди такого уровня никогда не встречаются в попыхах, но здесь они встречаются незапланированно и быстро. Никто не знает, о чем будет идти речь, но если мы с вами данную ситуацию на Ближнем Востоке, все, что происходит в Украине, на Кавказе, в Сирии, сопоставим с библейским откровением, что в последние времена все это с севера будет тяготеть к Израилю, то тогда я думаю, что там будет идти торг об Израиле и о продолжении сирийского вот этого ближневосточного вопроса. До чего доторгуются я не знаю, что будет предметом торга и размена я не знаю, но я знаю, что военное присутствие России здесь будет увеличиваться и поддержка этого режима будет возрастать. И дальше для того, чтобы вот эти военные базы, вот эти, вот эти и вот эти соединились, остается еще только вот эта территория. Я не пророчествую сейчас, но просто обратите внимание, я думаю, что ближайшее время, через какое-то короткое время, мы можем услышать новости об обострении курдского конфликта на востоке Турции. А еще через какое-то время мы услышим, что Россия ввела туда войска для того, чтобы помочь разобраться с вашей местной проблемой. Что происходило в Грузии, что происходило и происходит в Украине, что происходит в Сирии, с такой же проблемой помогут разобраться и здесь. Этого пока нет, но просто, если я прав в своих рассуждениях, это скоро будет, вы сможете это узнать. Для чего я вам это все рассказываю? Почему мы на это тратим драгоценное время богослужения? Для того, чтобы мы с вами, сопоставляя пророчества Библии и сопоставляя сегодняшнюю историческую ситуацию, могли увидеть, что-то уж слишком много совпадений. Что-то уж слишком явно это похоже на те поползновения северных царей, на те союзы с какими-то там местными царями и другими. Если это так, то я скажу вам, чем это закончится. Это закончится тем походом на Израиль, о котором говорят пророки. Зачем нам это знать? И что нам с вами, живущим в Киеве, какое нам до этого, до всего дело? Вот какое. Еще одно место писание. Иезекииль, 9 глава, со второго стиха. Тоже можешь высвечивать это все. Со второго стиха, 9 глава Иезекииля. «И вот шесть человек идут от верхних ворот, обращенных к северу, и у каждого в руке губительное орудие его, и между ними один, одетый в льняную одежду, у которого при поясе его прибор песца». Смотрите, от ворот, обращенных к северу. «И пришли и стали подле медного жертвенника. И слава Бога Израилева сошла с Херувима, на котором была к порогу дома. И призвал он человека, он это Бог, одетого в льняную одежду, у которого при поясе прибор песца. И сказал ему Господь, «Пройди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак». Пятый стих. «А тем, то есть остальным, сказал вслух мой, «Идите за ним по городу и поражайте. Пусть не жалеет око ваше, и не щадите. Старика, юношу, девицу, младенца и жен бейте до смерти. Но не троньте ни одного человека, на котором знак, и начните от святилища моего». И начали они с тех старейшин, которые были перед домом. Здесь нам потребуется совместить видимое и невидимое. То, что мы с вами рассуждали, и я тыкал пальцем в карту, это видимая часть вопроса. И есть духовный мир, и то, что происходит в духовном мире. Видимо, это связано с войнами, видимо, это связано с конфликтами, смерти, беженцы, кровь льется, народ на народ, царство на царство. Что же происходит в невидимом? Последние дни приготовления церкви и Израиля к встрече со своим царем. Когда мы с вами рассуждали в прошлый раз о том, что Господь имеет в своем предвечном и удивительном плане из двух соделать одного нового человека во Христе, во Христе Иисусе объединить Божий народ Израиль и Божий народ, собранный из некогда небожих язычников, но ныне Божий, святой народ, люди взятые в его дел, церковь Христова, объединить в одного нового человека во Христе, который будет царствовать на новой земле в тысячелетнем царстве. Когда мы об этом рассуждали, то мы видим две задачи, которые выполняет сегодня Бог. Задача относительно Израиля. Собрать всех вместе. И своим судом и наказанием потрясти настолько, чтобы они так возопили к Богу и так возжелали и были смиренны и согласны принять Спасителя своего, что когда Господь Спаситель, это Господь Иисус Христос, придет от Сиона к этому Израилю, на которого полчища, от которого отвернулась поддержка всего мира, которого просто сдали и нашлись те, которые его пожирают и уничтожают, этот Израиль забудет о всех своих религиозных предрассудках, о всех своих прочих толкованиях, как они это понимают. Написано, а не узрят того, которого пронзили. И в этот момент произойдет величайшее откровение в Израиле. Это Он. Это Машех. Это Спаситель. Написано, умиляться сердцем. И знаете, что произойдет? Воскликнут. Благословен гряды во имя Господне. В этот момент великое чудо совершит Господь. То потрясающее избавление, казалось бы, уже обреченного на погибель народа, потрясающее избавление. И одновременно суд свой и славу свою явит над всеми народами земли. Над этим Гогом, в частности, над всеми этими сирийцами, львийцами, персами. Что же касается церкви, то здесь задача церкви к пришествию Господа оказаться в состоянии чистом, непорочном и святом, то есть отделенном от всех тех процессов, которые дьявол закручивает по разрешению Божьему, заметьте, я бы даже сказал, по воле Божьей. Приходит антихрист, по воле Божьей восстают народы, по воле Божьей идут войны и гонения, потому что это последнее время. Это время суда, чтобы явилась милость Божья. И тогда звучит слово Божье «Время начаться суду с кого? Начните от святилища моего». Где сегодня святилище Божье? Думаю, что пророк, когда слышал эти слова, он разумел о храме. Он разумел о том видимом святилище в этом видимом Иерусалиме. Но нам с вами сегодня, воспринимая духовно, в покорности с истиной, все происходящие события и эти пророчества, должно вспомнить, что когда Господь наш Иисус Христос не был принят в этом Иерусалиме как Спаситель, Он встал над этим Иерусалимом и сказал, «Все остается дом, сей пуст». Он сказал, «Камня на камне не останется, все будет разрушено». Так и произошло впоследствии. И тогда мы вспоминаем слова других пророков. «Где обитает Бог? На высоте небес, во святилище и в смиренном и сокрушенном сердце». И прекрасно эту картину дополняет и объясняет учения апостолов, которые говорят, «Вы, храм Божий, и Дух Божий обитает в вас». Я не знаю, могу я или не могу передать то, что есть в моем сердце, я верю как откровение от Бога, просто передать вам как для размышления. Но у меня очень сильное внутреннее переживание о том, что церковь не останется в стороне от всего этого, что происходить будет в последнее время. Все то, что будет сконцентрировано вокруг Израиля, все то, что втянет все другие народы в эту ситуацию. Церковь не останется в стороне. Но вот как церковь будет реагировать и где она останется, вот это очень важно. Будет ли она вовлечена как какая-то сила, которая считает, что да, мы должны это поддерживать для того, чтобы утвердить это царство Божье, эту истинную веру там на этой земле. Будет ли она пытаться по плоти воинствовать в этот момент против кого-то, кого считает неправильным. Давайте мы начнем воевать против царя Северного, чтобы не тронул Израиль. Послушайте, воля Божья, чтобы тронул. И поэтому не в этом воля Божья, чтобы мы воевали против Роша, Шувала, Фемеха и прочих. В чем же воля Божья? Мишеха. Льняные одежды человека, которому Господь заповедал, прежде чем начнется поражение. И начнется оно от святилища. И начнется оно с Дома Божьего. Начнется оно на всю землю. Иди и на челах людей. Верни четвертый стих. Людей скорбящих. Людей, воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди Него. Сделай знак. Знаете, что является ключевым моментом для сегодняшнего времени? Это расположение твоего сердца относительно Бога во всех этих событиях. или твое сердце преисполнено скорби относительно того, в каком состоянии мир. Относительно всякого беззакония, которое совершается сегодня вокруг. Либо твое сердце стремится к чистоте, и поэтому твоему сердцу мерзостно все то, чем сегодня наполнена эта земля. И знак на челе. И дальше, когда поражение идет, этих не трогай. Или сегодня мы наоборот занимаем другую позицию. Мы сами начинаем с этим миром развращаться. Нам кажется, а что, все нормально, здорово. Мы начинаем поддерживать какие-то идеи, мы начинаем стремиться к каким-то целям на этой земле непонятны. Когда Бог совершает такую удивительную волю, которую никто не может остановить, и не должно ей быть остановлено, ибо это к славе, ибо это к пришествию Господа нашего. Что мы будем делать? Куда-то вклиниваться и пытаться свою волю пропихнуть. Вот тогда и мы можем оказаться осужденными с этим миром. Друзья, для церкви сегодня очень серьезный момент проверить свою святость, проверить свое освящение, проверить свое отношение и сохранить себя в покорности воли Божьей в эти уже смутные, а грядут еще более смутные времена. Вот это вот то, что является призывом Божьим. Давайте мы сейчас, когда будем молиться, мы в молитве благословим Израиля, мы благословим Бога, который совершает свои планы и знает, что делает, но также давайте в этой молитве мы просто попросим Духа Святого работать с нашими сердцами. Мы так часто это делаем, а это надо делать еще и еще и еще чаще. Господь грядет скоро. Так все закрутилось уже. посмотрите в Писание и посмотрите в новости. Так все закрутилось. Не последнее ли время? Такого глобального вовлечения всего мира в израильский вопрос, который происходит сейчас, никогда не было в предыдущие века. Некто из Церкви Божьей сказал, Израиль это Божьи часы. От самоковницы возьмите подобие, говорит Господь Иисус. Ибо когда увидите распускающиеся почки, знайте, близко жатва. Грядет великая Божья жатва на этой земле. Придут ангелы Божьи, и соберут пшеницу тех людей, чела, которых будут отмечены этим знаком. Те, которых Господь узнает как своих. Те, которые не от мира сего, те, которые не от роша, не от шумеха, не от персов, не от сериан, не от кого, но те, которые от Бога и сохранили себя для Бога, соберут в житницы. И эти же самые ангелы соберут плевелы и приготовят их к скорому сожжению. Дети Божьи будут собраны Духом Божьим в пришествии Господа Христа. Дети дьявола тоже будут собраны в снопы, в союзы, в царства, в военные партнерства, в политические, в экономические союзы. Но конец этого сожжения. Где ты сегодня, где мы сегодня? Какова наша причастность? Если мы имеем дерзновение называть себя Божьим народом, если мы носим имя Христово, если мы говорим, что мы храм Божий, мы его святилище, в каком мы состоянии? Не осквернены ли мы Вавилоном? Не живем ли мы влюбленные в Вавилон? Тогда погибель ждет нас. Может быть мы не можем, да и не должны изменять Вавилон, но что ты думаешь о мерзостях Вавилона, это определяет, какого ты царства. просто молись сейчас. Я прошу тебя, Дух Святой, во имя Иисуса Христа, ты сказал, что суд твой начнется с Дома Божьего. Ты сказал, что в последние времена, когда ты произведешь суды над всей землей, над всеми народами, прежде ты произведешь суд свой над Израилем, во спасение Израиля, в сокрушение гордыни Его, в сокрушении долопоклонства, в сокрушении всех мерзостей земных. И прежде ты начнешь со святилища. Господи, ты дал нам печать Духа Твоего Святого, чтобы всякой духовной силой, для всякого ангела, для всякого исполняющего волю Твою в духовном мире было очевидно и ясно, что мы собственность Бога. Отче, зри нас. Таковы ли мы по сути, какое звание мы носим? Ибо звучит тревожное предупреждение Иисуса Христа через апостола Иоанна. Ты носишь имя, как будто ты жив, но вот ты мертв. Господи, не о нас ли это говорится? Мы не хотим быть формальной церковью, мы не хотим быть формальным христианством, мы не хотим быть тем христианством, которое становится служительницей Вавилона, которое блудодействует с Вавилоном, которое служит антихристу, само того не понимая. Мы не хотим быть христианством, которое преисполнено амбициям насчет господства и царствования в этом мире. Мы не хотим быть церковью, Которую дьявол использует как разменную монету Во всей круговороте событий последних дней Мы хотим устоять в этой буре, которая придет на землю Мы хотим устоять на основании Христа На основании апостолов и пророков В покорности истине, в чистоте сердец В святости и отделенности от этого мира Устоять в уповании на Бога И в отношении по истине ко всем происходящим событиям Ко всем войнам, ко всем действиям И к Израилю в том числе Сохрани нас, Господь, истиной Твоей И зри не на опасном ли мы пути И направь нас на путь правды Господи, не дай нам впасть в осуждение Каких-то сил, каких-то царей, каких-то людей Которые сегодня, сами того не понимая Выполняют Твою великую и поистине страшную волю для этой земли Не дай нам противостать Твоим замыслам И не дай нам стать участниками замыслов дьявола в последнее время Дай сохранить себя В образе этого святого и непорочного агнца Агнец закланный за нас Ни пятна, ни порока Чистый Искупитель Наш Господь Чтобы пройдя достойно этот путь Нашей земной жизни Пройдя сквозь историю последних дней Мы могли Наследовать с нашим Господом Иисусом Христом Это вечное царство И воцариться с Ним, как цари И выйти на брань с Ним Ибо Он, Лев из колена Иудина Возрожденный из распятого агнца И мы примем этот характер победителей Уподобляясь Христу в сегодняшних страданиях и сораспятиях Отец, великую тайну Ты открываешь И великое Ты совершаешь Мы покоряемся Тебе И там, где сегодня запечатляются Святые Твои Дух Святой Помоги нам не остаться в стороне Помоги нам А для этого обличи Просвети Вразуми Направь, как должно Скоро Ты явишь славу свою Мы хотим быть теми Кто ожидает славы Твоей Кто сквозь все обстоятельства и события Последнего времени Взирает на претерпевшего все Христа Спасителя Умершего и воскресшего Мы хотим быть теми Кто ожидает новое небо и новую землю На которых обитает правда Мы хотим быть теми Которые сквозь пучину Этих событий В которых погрузится вся земля Ибо тьма накроет землю Тьма накроет народы Но мы хотим быть теми Над которыми сияет свет истины Которые, как светило среди этого мира Хранят себя В благочестии и чистоте В безмятежности и кротости Для того, чтобы принять Твою славу И быть в нужном состоянии В нужном месте Когда Ты придешь за нами Отец, мы благословляем сейчас Твой промысел Для земли И Твой замысел Об Израиле Мы благословляем Израиль, как избранный народ Твой Мы благословляем Твою волю о нем Мы благословляем Как посредством Израиля Ты явишь силу и славу свою Над всей землею Над всеми царями земными Мы благословляем Все те события, которые будут происходить И смиряем свои сердца перед ними Мы благословляем каждого еврея Который еще в рассеянии Чтобы Твой Дух и Твой призыв Настигал его Дабы ему вернуться В ту землю Куда Ты собираешь весь народ Дабы явить суд и милость свою Мы благословляем всех живых Живущих в Израиле И молимся, Господи, о том, чтобы Их души были сохранены И сами они, пройдя через суды Твои Оказались помилованными Ибо Ты сегодня их поместил В непослушание Чтобы потом их привести к послушанию Через милость Свою Яви силу Свою над народом Своим Яви милость Свою, яви славу Свою А нам дай в кротости разумея волю Твою Быть послушными сосудами Исполнения воли Твоей В последнее время Сосудом чистым Неоскверненным Святым Благослови всю Церковь Благослови Церкви по всему лицу земли Тех, кто сегодня в увлечении В заблуждении Благослови откровением истины Еще и еще раз потряси небо и землю Дабы вразумиться нам Дабы увидеть нам Знамение конца Дабы увидеть нам Призывы Твои Предупреждения Твои Покориться Тебе Поэтому суди нас, Боже И зри не на опасном ли мы пути И помоги, укрепи сердца наши Чтобы не смущались Не ожесточались Не унывали Но преисполнялись радости Радости И когда весь мир ждет конца света То мы ожидаем новой эры Царства Христа Царства Сына Божьего С которой мы воцаримся С которой мы царствовать будем С которой мы вкусим эту вечную жизнь Войдем в эту новую землю В эту новую эру Где дьявол связан Где грех не господствует Где проклятие земли снято Где вся земля и все творение Покоится и радуется Дай нам ожидать этого Дай нам предвкушать это И тем более хранить себя Для Тебя, Господь Великий Бог Грядущий Грядущий Гряди, Господь Гряди, Господь Гряди в славе и силе великой Гряди с великими замыслами и планами своими Гряди и управляй народами Гряди и паси язычников Жезлом железным Гряди и сокруши упорство Якова Отврати нечестие Израиля Спасай Спасай Тебе слава, Господь Благословляем Твой замысел Благословляем Израиль Благословляем Церковь Да совершится воля Твоя на земле Как она есть на небесах Во славу Твою Во имя Иисуса Христа